И очень-очень-очень много хлама. И вот я смотрю на эти остатки моей прошлой жизни. А я захожу и такая, типа, а где мой дом? Дом бабушки-дедушки, дом мамы-папы, дом, где вырос, дом, где в гостях, дом, где жил летом. В общем, домик в деревне, дача и так далее. Всем привет! Это подкаст из 13 в 30 о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня ваши дорогие ведущие. Диана, это я и мои дорогие друзья и коллеги Дарья. Всё, больше друзей и коллег у меня не будет на этот выпуск. Чему я поражаюсь, что сколько лет ведём подкаст, я каждый выпуск говорю один и тот же текст, я с ним просыпаюсь и засыпаюсь. И каждый раз, когда моим соведущим нужно его прочитать, никто не может повторить. Да, ведь это ты засыпаешь и просыпаешь, если мы не мы. Да, это магия. Магия этого самого подкаста. Я придумала сейчас резко, прямо вот на ходу, буквально на кранике, придумала челлендж для наших подпемщиков. Голосовая или кружочек с читкой нашего интро или аутро, как вы хотите. Лучше интро, потому что на нём все спотыкаются. Присылайте, посмотрим, кто лучше. Давайте я, лучший челлендж, сделаю некий апгрейд. Смотрите, вам нужно в максимально тихом помещении включить диктофон. Если у вас айфон, то супер, если андроид, то ну что ж, бывает и такое. Главное, чтобы никто не мяукал, не сверлил и ничего не делал. В небольшой комнате, он ли на диктофон, запишите вашу версию интро из 13 в 30 и пришлите в чат. И я предлагаю, чтобы наш дорогой звукорежиссёр Лёнечка вставил интро, которое будет состоять из голосов наших подпемщиков. Да, мне нравится, это обалденная идея. Если будут вопросы, как записать в тихой комнате, чтобы никто не мяукал на диктофон, мы не знаем, как это делать, мы тоже не умеем. Напишите, мы подскажем. Очень классная идея, Дима, мне нравится. Давайте посмотрим, насколько длинным. Да, у нас будет интро голосами 10 подписчиков, рэперов. Почему 10? Мы только 10 возьмём. Есть некий мэм. Хорошо, а то у нас аудитория как бы миллионная, но мы выберем только 10. Ну некие какие-то. Мы на самом деле выберем просто те, которые лучше по качеству звука будут, поэтому... Не, ну почему? А самые прикольные версии? Вдруг у кого-то будет вообще импровизация? Просто как по кайфу мы выберем, да. По сердцу, да. Нас трое, по сердцу выберем, как я скажу. Нас четверо, ещё пятеро. Я предлагаю ты, я, Лёня, Илья и Юля выбирают. Хорошо. Да, так что... Договорились. Ну и кто-нибудь из-под пеми. Шутка, всё, ладно, всё. Хороший конкурс, мне очень нравится. Ди, спасибо. Собственно, да, это подкаст «Отнадцать в тридцать», и мы с Дианой, как вы поняли, сегодня вдвоём, потому что Илюша... Решил отдохнуть. Извините, в отпуске. Он устал работать, заслужил отдых, и чем он занимается, одному богу известно. Вот. И пока его нет, мы с Дианой и Юлей... Мы ни в коем случае не осуждаем, как вы слышите по интонации Даши, вообще абсолютно. Ноль процентов осуждения, ноль процентов понимания. Вот, всё поровну. Поэтому, да, мы вдвоём, и сегодня мы будем говорить, как бы так сказать... Мы будем душнить, мы будем говорить о грустном, мы будем говорить о нашей версии понятия «дом» и того, кем мы были в этом доме, и кто мы есть сейчас. Да, в общем, про дом, про нас и про сами знаете кого. Этот сезон мы делаем вместе с «Ферогематоген Форт» и от компании «Фарм Стандарт». Это полезный и вкусный источник железа, который удобно брать с собой. Подробнее о нём мы расскажем чуть позже, а сейчас давайте начинать. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, появилась, как обычно, за секунду до, как говорится. У меня появилась привычка по утрам, когда я готовлюсь к записи, да, вот я дома ещё собираюсь опоздать в студию, я спрашиваю у Никиты, о чём нам поговорить, и он мне выдаёт какие-то варианты. Совершенно не представляя, какие выпуски уже были до, после, и часто вот он как бы подаёт классную фактуру для идей. Но в этот раз он мне не помог, поэтому я ехала на работу и судорожно пыталась найти внутри себя какие-то отголоски, какие-то, знаешь, вот трепетания чувств, чтобы из этого получилась интересная дискуссия. И тут я вспомнила, что на выходных самое, пожалуй, эмоциональное событие, которое случилось со мной за выходные, это поездка в квартиру, в которой я выросла. И, чтобы вы понимали, я всячески пыталась избежать возвращения в это место, потому что, в общем, небольшая предыстория. Я жила в этой квартире, ну, с самого рождения и где-то до 21 года. Вот, потом началась взрослая жизнь, совершенно взрослая. Это прям очень долго в одном месте. Да, но у меня были перерывы, то есть, допустим, какое-то время я там на одной квартире. В общем, я когда-то вернулась и осталась еще на какое-то время, и вот 21 уже все, я уже съехала или где-то 22, и с тех пор на квартирах жила. Вот, то есть я там выросла, там как бы осталось очень много от меня, и теперь эта квартира пустует, там больше никто не живет. Она досталась как бы условно мне в наследство, ну, мне и моей маме. И сейчас мы приводим ее в порядок, чтобы ее продать или там жить, ну, в общем, какая-то из опций. Вот, и не хотела я туда возвращаться, потому что, ну, блин, там нужно наводить порядок, там безумная разруха, там нет ничего, ни воды, ни света, ни полов, ни стен, ничего. То есть просто куча хлама, который накопил дедушка, который со мной жил, вернее, это я с ним жила, как бы он сказал. Ну, и, собственно, какие-то мои вещи. И очень-очень-очень много хлама в этом доме. Причем, знаете, так 50 на 50 винтаж советский и, типа, ну, прям рели хлам. Поэтому, да, в общем, оказалось так, что я туда попала, мы начали убирать, вызвали даже грузчиков, чтобы там как-то все это повыносить. И я словила очень много разных чувств в этом пространстве. Во-первых, я зашла в него и понимаю, что очень давно уже я не чувствую в этом месте себя дома. Это такое очень тонкое, уникальное ощущение, когда ты приходишь в пространство. Причем это пространство может не быть твоим домом, ну, оригинально, но ты в нем себя чувствуешь как дома. Вот у меня этого чувства нет, хотя я в этом месте провела большую часть своей жизни. Хотя, ну да, из той, что у нас на данный момент есть, это практически 90%. Вот, и при этом это место больше не мое. И осталось, допустим, там две комнаты, в одной жил дедушка и в одной жила я. И вот все как бы осталось примерно так же, как оно было, только оно захламлено всякими вещами. И вот я смотрю на эти остатки моей прошлой жизни. То есть, допустим, на стене я когда-то распечатывала отрывки стихотворений в качестве мотивационных фраз для себя. Есть стихотворение, по-моему, в одном из выпусков, где мы читали стихи. По-моему, тебя не было в этом выпуске, когда мы читали стихи. Есть стихотворение больному, я зачитывала отрывки от него. В общем, я его распечатала и на разные отрывки почикала. И наклеила прямо на стену в качестве вот таких штук. Когда ты просыпаешься утром, первое, что ты видишь после пробуждения, это вот эти фразы. Они как-то меня поддерживали. Какие-то мои картины, какие-то там иконы, какие-то, в общем, книги, французский какой-то там нуар. В общем, какие-то отголоски моей жизни. И знаешь, что самое интересное? Я на это все посмотрела и поняла, что я не узнаю человека, который это все вешал, который все читал, который всем этим как-то... То есть я понимаю прекрасно этого человека, почему он это делал, но я его не узнаю. Я не узнаю в этой девушке себя. Хотя прошло, ну, лет 10-8. Ну, блин, с одной стороны, это странно, наверное, но с другой стороны, это и хорошо, как будто бы. Это вообще, мне кажется, прикольный такой терапевтичный опыт. В общем, не когда ты мысленно возвращаешься к себе из прошлого, а когда у тебя есть какие-то материальные доказательства. То есть ты там видишь буквально стену, ты видишь там буквально кровать или какое-то пространство. Это очень терапевтичная штука, как мне кажется. Вот у меня такого нет, например. Ты сказала, что ты не ассоциируешь это со своим домом. Ну, типа ты не считаешь, что это место, твой дом. И пока ты говорила, я параллельно думала о том, что как вообще понять, какое место твой дом. Да, это совершенно не обязательно именно та локация, в которой мы выросли, но как это можно определить? Вот, например, давай просто твоя задача сейчас при любом вопросе, который бы я тебе не задала, понять, какой первый образ у тебя был. Где ты чувствуешь себя дома? Вот первый образ, который у тебя есть, неважно какой он, может быть, там вообще человек будет или собака, неважно что. Мне в голову пришел мой ужасный диван, который сейчас у меня в квартире стоит. Вот, ну значит, это твоя квартира. Мне кажется, что вот сейчас это, наверное, вот твой дом. Вот ты это как бы так чувствуешь, и, вероятно, это бессознательно же работает, но ассоциации же так работают. Просто, чтобы вы понимали, мой диван... Я видела диван в Дашиной квартире, и не могу сказать, что он ужасный диван. Просто я на нем провожу большую часть своего свободного времени, и он ужасный, ну, он уже немножко старенький, это не мой диван, который принадлежит квартире, да? Он немножко уже старенький, он разъезжается в разные стороны, если больше, чем один человек на нем сидит, он типа начинает разъезжаться. Поэтому на нем можно сидеть только мне. Даже когда Никита приходит, у нас начинается борьба за этот диван, потому что вдвоем там реально неудобно ни лежать, ни сидеть. И вот я все время на нем. У меня вот этой штуке, которая разъезжается, заложен пледик, чтобы, ну, как бы... Я вот почему-то... Мы его ненавидим, мы все время его обтираем, мы все время говорим о том, что в нашей квартире будет совсем другой диван. Вот. Ну, типа, мне кажется, это своего... Вот у тебя якорь, это диван, на котором ты находишься, как будто бы это такой островок безопасности и комфорта, который у тебя есть сейчас. А у тебя? У меня, наверное, дом бабушки с дедушкой, потому что я попыталась как-то тебе сейчас задать этот вопрос, и предвосхищая, я понимала, что ты у меня спросишь. Но не в целом дом, а я объясню. Короче, я в детстве, как и все дети, наверное, строила какие-то шалаши, и у бабушки с дедушкой в доме... Это частный дом, он небольшой, там была очень красивая мебель. Она до сих пор там стоит, и там был мебельный гарнитур, наверное, из где-то девяти или семи стульев, и очень прикольного стола. То есть это стол, который как бы разъезжается, то есть ты поднимаешь как бы вот эту крышечку, он разъезжается, ты её вставляешь, и он таким образом длинный. Овальный такой? Нет, он прямоугольный. Вот. И я очень любила проводить там время, именно под ним. Ну, то есть я строила, конечно же, шалаши, то есть я брала плед, накрывала эти стулья, но мне очень нравилось тусить под. То есть я не знаю, почему, может быть, у меня как-то фиксация была, но я вообще любила проводить время под столом или под стулом. Может быть, это какой-то детский такой, ну, типа не то чтобы инстинкт, но какой-то импульс к тому, чтобы сверху тебя что-то было, и ты как бы чувствуешь себя защищённым тогда. Слушай, это очень интересная тема, потому что мы тоже строили шалаши, и тоже из-под стола, но у нас был стол бабочка. И вот мы накрывали одеялом. Вообще мы с сестрой любили строить всякого разного рода нычки. И я не знаю, откуда это. Вот, возможно, в прошлом выпуске мы затрагивали тему какого-то вот общего культурного кода, который как будто бы нам неоткуда было подсмотреть. Помнишь? Да, да, да. Ну, блин, причём в разных культурах по-разному. В Америке же и в западных странах, по-моему, там вот этот образ дома на дереве. Ну, да, да, дом на дереве. Ну, не скауты там. Ну, да, да, да. Типа что-то, до чего невозможно добраться, и куда взрослые не залезут. Вот у меня была такая нычка, и я помню, что я там читала, я там просто размышляла. Своя территория. Да. Вот. Наверное, это всё-таки дом бабушки с дедушкой. Но так получилось, что я проводила, наверное, одинаковое количество времени и в доме, вот, в котором мы живём, там, брат, я, мама, папа, и в доме бабушки с дедушкой. И в нашем доме, который вот в нашей маленькой семье, он достаточно большой. То есть я помню, как мы туда переезжали, я помню, как он выглядел. Я помню три стадии того, как он выглядел. То есть это было самое-самое начало, я вот недавно с подругой об этом вспоминала. Когда, ну, короче, мы только заехали, при этом пространства очень большие, то есть огромный зал, там, потолки 3,5 метра. И, соответственно, у нас было мало мебели. То есть это какой-то просто минимальный там диван, что-то где-то в углу, небольшой телевизор и большие пространства. И я навсегда, наверное, запомню этот запах новых полов, только что постели над деревянных. И я помню запах кухни, которую поставили. Типа мама заказала кухню, и вот этот вот запах нового чего-то в необжитом доме, он такой чуть-чуть сладковатый и очень прикольный. Наверное, вот это вот воспоминание, воспоминание, когда уже там был какой-то ремонт, это где-то год 2007, наверное, был, когда мы делали ремонт перед Новым годом. А у нас почему-то такая семейная традиция перед Новым годом, какой-то челлендж невыносимый, где мы делаем, ну, типа, облицовку. Да, и я помню, как мама с папой клеили обои, я помню, что на лестнице, на которую папа забирался, чтобы наклеить, ну, с потолка вниз обои, я за маской написала 2007. До сих пор эта лестница есть, но к чему я веду? И вот третья итерация была, когда я уже училась в универе, это было года 4 назад. Я помню, что брат затеял, в общем, ремонт, там действительно нужен был он. Я помню, когда я приехала домой, а там всё выглядит по-другому. Это очень странное ощущение, потому что там другая мебель вообще полностью. Другой цвет стен. Мне, конечно, всё это фотографировали, я видела, что это красиво, я очень рада была, что родители будут, ну, в таком комфорте жить. Ведь, типа, если раньше на это не было средств, то вот сейчас там брат сам всё это делает, это всё супер, это очень красиво, очень здорово, там всё со вкусом, классно. Но я захожу и такая, типа, а где мой дом? Где замазка? И я понимаю, что я, например, захожу, и я там, типа, спрашиваю мама, а где что лежит? Или там говорю, я можно я вот это вот возьму? Она на меня смотрит, она не понимает, что, типа, происходит. Я не то чтобы не ощущаю это место своим домом, но у меня такое чувство, как будто бы, ну, помещение тоже, а всё, что было внутри, уже не то. Это очень странное какое-то агрегатное состояние, но мне оно показалось странным, и я подумала, что, ну, наверное, дом не в этом. Но я для себя выделила единственное, что не поменялось, как будто бы, это камин, который, ну, для меня в целом много что значит, потому что вот это вот сосредоточение огня и тепла, он аккумулирует в себе очень много всего, и я думаю, что это ещё, ну, говорят же, типа, огонь, вот это вот чувство безопасности и всё фигня. Вот, он там остался, он, конечно, выглядит по-другому, там, с супер какими-то гипсовыми прикольными штуками, но вот когда он зажигается, я смотрю на него, и я вижу внутри, что там тот же размер, что там дрова, и это всё выглядит так же, и я вот чувствую себя прямо дома, прямо на месте. Мне кажется, что в таких случаях нужно обязательно оставлять какой-то один якорный элемент, когда, ну, вот вы переделываете старую квартиру, старый дом с нуля, я когда размышляла и фантазировала, что я буду жить в этой квартире, которая вот сейчас в таком ужасном состоянии, я очень хотела бы сохранить и реставрировать полы, потому что это паркетная доска советская, вот старая, которая вот такой ёлочкой ещё постелена, она, да, сейчас в плохом состоянии, где-то ей там нужно, ну, лакировать, где-то шлифовать, где-то вообще, конечно, там чуть-чуть прогнило, но она вот как бы с царапинами, всё, но это паркетная доска, которую больше не делают нигде, её больше нигде не купишь, разве что, ну, как-то по стилю подогнать за какие-то большие деньги. Вот мне была мечта, что мы это всё реставрируем, этот пол, и он единственный, вот он сохранится таким, какой он был, каким я его помню, с каким вот, ну, я жила, а всё остальное, конечно, будет по-новому. Ну, вот даже я обратила внимание, что я зашла в квартиру, и да, там было много мусора, много лишней мебели, как бы пространство, ну, было захламлённое, но я поняла, что очень низкие потолки, очень узкие стены, как будто бы этот дом мне не по размеру больше, я вот привыкла к тому, что уже пространство побольше, потолки повыше, комнаты пошире, диваны поразмашистей. Вот, поэтому как-то вообще столько всего странного я испытала, вроде бы, и вот, я вижу стены нежно такого лавандового цвета, это я их красила, потому что в какой-то момент мне показалось, что всё, больше невозможно жить так, нужно что-то менять. И мы с мамой поклеили абсолютно ужасные фотообои кирпичные, потому что у меня была мечта всю жизнь, что я буду жить в лофте, да. У меня полкомнаты была кирпичная, где типа жилая зона, и полкомнаты вот эта вот лавандовая, на спальню она приходилась. Вот, старая мебель, всё вот это, оно всё лежит, все мои книжки, все мои какие-то записки, какие-то тетради, и я смотрю и думаю, блин, это было так, так, как будто бы давно, ну, 10 лет, считай, да. Ты говоришь, 4 года назад у тебя вот была переделка дома, а я 10 лет назад там жила. Ну вот, у меня раньше мы жили, когда я прям совсем маленькая была, где-то до 4 лет, ну, у нас прям совсем не было денег, и мы жили вообще в другом доме. Там, где уборная условно отдельно, кухня отдельно, через улицу, и мне тот дом казался невероятно уютным. То есть я помню, что там был ковёр на стене, я помню, что я спала с мамой. Бальтом? Я помню, нет, ну, я маленькая совсем была, я просто болела, и мама всегда вот этого слушала, правильно ли я дышу с моей астмой. Вот, я помню, как я засыпала, и я ещё удостоилась вот этой вот прекрасной чести, когда ты, засыпая, пальцем чертишь что-то по ковру. Это прям коллективный мем такой есть. И мне казалось, что это так классно. Я его видела таким красочным, этот дом. Мне казалось, что там внутри всё так прикольно. Я помню, как мы с братом и с мамой смотрели «Семейку Адамс» там внутри. И где-то, наверное, когда мне было 16, я попала в этот дом, и я не поняла даже, где я нахожусь. Ну, потому что детские воспоминания, они же, как правило, всегда очень красочные. И мне казалось, что это такой большой дом, а я просто нахожусь буквально в одной части комнаты, протягиваю руку, и она почти до стены. Ну, то есть это очень маленькие пространства. Но мне казалось, что это так уютно, что это так лампово, что там была ёлка на Новый год. Да, она была очень маленькой, но там была. И я это помню совсем по-другому. И я была маленькой, да. Видимо, поэтому мне казались пространства такими большими. Это, в общем, очень странная штука, когда ты понимаешь, что там не те запахи уже совсем. Я вот на выходных должна поехать домой. Супер, я очень рада туда ездить, я этого жду. Но как-то у меня нет, наверное, пока этой сцепки. Возможно, её нет, потому что мало времени прошло. Ну, то есть мне кажется, что лет 35, может быть, я буду очень сильно чувствовать связь с этим местом. То есть мне, короче, кажется, что пока интервал маленький, ты не ощущаешь какое-то место дома. Ты его можешь почувствовать только когда проходит какое-то время, накапливается достаточное количество воспоминаний. Тебе есть о чём ностальгировать. И ещё я думаю, что ты вот сказала, типа, тебя ничего не связывает с этим человеком. Ну, то есть с тобой, с прошлого, условно. Мне просто кажется, что, ну, с одной стороны, это супер, что это так. Тебе нравится версия тебя сейчас. Это здорово. Но есть вероятность, что через 10 лет ты не то, чтобы будешь чувствовать связь, а, ну, типа, ты сможешь воспринимать себя как какого-то там маленького ребёнка. Это же тоже очень терапевтичная штука из контекста, типа, что бы ты там сказала о маленькой Даше, которая вот клеила эти стихи. Слушай, я не то, чтобы не чувствую связь с этим человеком. Чувствую, потому что, ну, то есть, как сказать, это какое-то очень двоякое ощущение. То есть я точно помню, при каких обстоятельствах вот эти все вещи были организованы. Я даже помню, что я чувствовала, кажется, при этом. Но при этом я на это всё смотрю и думаю, неужели это я? Неужели это правда со мной было? И вот этот образ этой девочки, которая сидит вот в среде этих фиолетовых стен и что-то там мастерит руками или в компьютере что-то делает, смотрит друзей, жарит картошку фри, типа, что это я, что вот я так жила. И я сейчас ещё подумала, такой микро-инсайт, я думаю, что я сейчас закину удочку, и мы его обсудим после небольшой паузы, что у меня ощущение себя дома в том или ином пространстве, возможно, связано с чувствами, которые я больше всего в этом доме испытывала. А вот какие они, мы расскажем после небольшой паузы. Из одной ностальгической темы мы попадаем в другую ностальгическую тему. Добро пожаловать в нашу рубрику «Ностальгия». Здесь, как вы помните, мы вспоминаем всякие классные штуки из нашего детства, из нашего прошлого и делимся своими чувствами по этому поводу. И сегодня у нас очередной лот с таким вот привкусом детства. Это игрушки из киндера. Вау! Ну, мне есть что сказать. Мне тоже. Я вот помню, что... Во-первых, я хочу сказать. Раньше было лучше. Это первое. Первый тезис. У меня была коллекция этих невероятных бегемотиков, которые сделаны были, ну, как бы, из достойных каких-то материалов. То есть не из пластика. Ну, из пластика, просто немножко из другого. Ну, мне кажется, у них какая-то была такая основа, что ли, гипсовая. Бегемотики вот эти. Они же были тяжёлыми, можно было уронить и разбить. Керамическая, наверное, что-то. Ну, керамическая как будто бы ещё дороже. Ну, в общем, то есть не из пластика, не из пластика. Возможно, в твоём детстве уже был пластик, но в моём ещё точно. Нет, да я помню синих бегемотиков. У меня были бегемотики, были акулы, были крокодилы. Они все были примерно, ну, из одного материала. Не знаю, короче, пишите в комментариях, из чего были. Бегемотики сделаны, но явно не из того, из чего сейчас делают. А я помню, что у меня были только бегемотики. Серьёзно? Я не помню других игрушек. Возможно, не знаю, может, мама мне подскажет в комментариях, что у меня было, но я вот помню только бегемотиков, что они были разные. Были девочки, вроде бы были мальчики. Они были в разных костюмчиках, в разных каких-то ситуациях. Как будто бы они попадали, типа, там, на пляже, там, не знаю, в офисе, врач, там, какие-то такие штуки. Вот. Но, да и, признаться честно, сами шоколадки не так-то часто приносили домой. Вот. Но как-то вот бегемотиков я запомнила. Я прям как будто вижу перед глазами, что они стоят вот в ряд. Возможно, кстати, это были не мои бегемотики. Ну, вот у меня были не мои. Они были по наследству мне как-то оставлены от брата и сестры. Я помню, что там были ещё акулы прикольные, бегемотики. Я уже говорила, что-то типа крокодилов. А у меня были, вот именно в моём детстве, что я до оду реколекционировала, это супергерои. У меня были Бэтмены, я скину обязательно в наш Телеграм-канал. Если вы подпишетесь, вы увидите, что там будет такое. У меня была коллекция с Бэтменом, с Флэшем, с зелёным фонарём, по-моему, с Джокером или что-то типа Бэтмобиля там было. Вот. Я так и не дособирала до конца, потому что в какой-то момент я задолбалась с того, что мне одни и те же игрушки попадаются, и ты никогда не знаешь, типа, как это будет. Вот. Но я прям играла, я помню, что мне очень нравилось. И они были такой классной формы, анатомической. То есть это не серия, где, ну, если знаете, что-то похоже на Лего, вот эти вот новые, которые Лего, что-то там, человечки. А они прям нормальный Бэтмен. Ну, то есть не просто круглая голова с напечатанным вот этим вот летучей мышью, и всё. У него был плащ, который к нему приделывался. Я помню, чего я только не делала. Я и набирала воду в тазик, они там у меня купались, они друг друга спасали. Кстати, да, было такое. То есть мне кажется, что, может быть, это из-за того, что я была ребёнка, у меня как-то фантазия получше работала, но там такие замесы у них были просто невозможные. А сейчас, ну, вот я брала, они какие-то скучноватые. Ну, в них тоже никакие душевные. Типа, ты просто смотришь, ну да, прикольно. Или у них акцент делается на то, что там, типа, это голографическая штука. Или вот этим можно выстреливать. А у тебя просто был бегемот, у которого в руках маленький бегемот. И ты выдумывай там социальную драму 24 часа. И он тонет в воде. Да, да, да. И ты выдумываешь эти «жди меня», там какие-то невозможные совершенно сюжеты про то, кто там кого потерял, или что у них мать там допоздна на работе. А они там что-то делают. Ещё была у меня футбольная команда. Вот это было супер. Потому что я прям как в инструкции, то есть, знаешь, типа, когда какое-то блюдо выглядит на упаковке, там написано «вариация приготовления». Вот такая же штука была в киндере. Я взяла А3, я нарисовала футбольное поле, и у меня были прям игроки. У них был футбольный мяч, и они играли. Я помню, это было прикольно. По качеству они были примерно как бегемотики. То есть, это что-то цельное с какими-то там приблудами. Слушай, ну, даже немножко грустно, что вот о таком, да, ностальгическом продукте мы вспоминаем, как вот, ну, тогда было лучше. И мне кажется, что такого точно нельзя сказать про гематоген. Тоже такой продукт из нашего детства, который многие из нас в детстве кушали, помнят его хорошо. Очень тоже много ностальгии с этим связано. Но современный гематоген не то, чтобы не потерял в своих свойствах, но приобрел даже новый. Апгрейд произошел. Да, он в новой современной форме, под нашу современную 30-летнюю жизнь. Вот. Таким можно считать феррогематоген Форте от FarmStandard. Феррогематоген Форте – это дополнительный источник железа, меди, витамина С, В6 и фолиевой кислоты. Сделан он в форме батончика, который удобно взять с собой в офис, на прогулку, поездку и использовать как добавку к пище. Производители поработали над составом. В батончике нет пальмового масла и красителей. Содержатся витамины и микроэлементы, которые помогают железу усваиваться лучше. В описании подкаста мы оставим для вас на него ссылочку. БАД не является лекарственным средством. Возвращаясь к эмоциям в разных домах. У меня есть, ну, я думаю, многим знакома такая ситуация, когда есть несколько домов, там дом бабушки, дедушки, дом мамы-папы, дом, где вырос, дом, где в гостях, дом, где жил летом. В общем, домик в деревне, дача и так далее. Вот, у меня есть, получается, три таких дома. Это вот эта квартира, в которой я выросла с дедушкой. Это дом отца и его родителей в Елизаветке. Елизаветка – это, ну, небольшой пригород Краснодара, если кому интересно. Вот, ну, он не очень далеко находится, в него там можно за 20 минут из центра доехать. Так говорят все риэлторы. И еще что… Развитая инфраструктура. Безусловно. И еще что два часа от Краснодара до моря. На самом деле 12. Нет, ну, как бы, на самом деле, с дедушкой – это вообще топ, это рай просто, это лучший дзенской. Ну, так вот. И дом, в котором живет бабушка и мама. То есть это дом, который построили еще мои прадеды, прабабка, они вместе там жили. Вот эта вся вот послеэволюционная, значит, история. Эволюционная? Нет, не революционная. Не революционная, да? Нет, не революционная. Ну, конечно, они подальше от революции, да, чем я сейчас презентовала, господи. Посмотрите, какой. Ну, ладно. В общем, репрессии сталинские, вот эти времена. И я вот сравниваю свои ощущения в каждом из этих домов, потому что в каждом из них я какое-то время жила. То есть в квартире, понятно, я выросла, у отца я какое-то время жила. Во взрослом возрасте недолго, как говорится, кантовалась, вот. Ну, и детство свое я проводила там, потому что любые выходные у бабушки, там, каникулы у бабушки и так далее. А вот дом репрессированных прадедушек и прабабушек. Как вы понимаете, детство, отрочество, юность, писание с Дашей. Да, в общем, там тоже какое-то время я жила. Вообще не по своей воле, но так уж и вышло. И то есть обо всем есть какие-то воспоминания. И вот лучше всего я чувствую себя вот в доме, который в Елизаветке. До сих пор приезжая туда, вот мне все там нравится. Вот я только калитку открываю, только мы въезжаем вообще вот в границы станицы, я сразу чувствую, блин, я дома. Вот эта родная березка, вот этот открывшийся маркетплейсный, значит, пункт приема. Тут недавно магнитик под боком, тут магазинчик вот на угловой, там всегда продают вот тут. То есть вот как-то вот все и в самом доме. То есть отец тоже постепенно делал ремонт, то есть многое поменялось с тех пор, как были живы еще бабушка, дедушка, прабабушка. Все, ну, почти уже не так выглядит дом. Какие-то там отголоски остались, но вот я все равно прихожу и чувствую, что здесь, мне всегда здесь есть место, здесь всегда уютно, здесь всегда про какой-то домашний комфорт, про какую-то заботу, про какую-то вот ты можешь ничего не делать, ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться, просто отключиться и вот жить. Вот у меня почему-то такие ассоциации с этим местом. В квартире, вот в этой, про которую я рассказывала в начале выпуска, как будто бы, вот не знаю, может быть я драматизирую, может быть все было совсем не так, но как будто бы, вот если в моей жизни и были какие-то несчастья, какие-то грусти, какие-то вот депрессивные периоды, они все были пережиты там, и это не значит, что не было хороших, счастливых моментов, но как будто бы вот даже когда заходишь в комнату и видишь вот эти вот цитаты на стене, которыми я пыталась, видимо, как-то поднять себя с колен, я понимаю, что, блин, мне тогда было очень тяжело, мне было очень плохо, мне было очень грустно, грустно, и это вот такое, знаешь, яркое воспоминание о моем прошлом, поэтому мне как будто бы, может быть, из-за этого еще сложнее ощутить себя, сопоставить себя с прошлой, ощутить себя здесь как дома, потому что мне когда-то здесь было очень плохо, и я не хочу туда возвращаться, я не хочу помнить эту девочку, я не хочу помнить эти события, типа я хочу как будто бы, чтобы это осталось в прошлом, а вот в Елизаветке как будто бы не было таких моментов, и хотя там уже нет бабушки, да, а с ней было много связано прекрасного с детства, там все равно осталось ощущение, что вот здесь тебе грустно никогда не будет, вот здесь, даже я туда приходила вот кантоваться, там, например, рассталась с парнем, я переходила там вот как-то пережидать, но даже это не омрачило воспоминания. Все нормально. Небольшое сенситив произошло в эфире. В общем, ну, как бы мы ни пытались не грусти. Вот что будет, если нас с Дашей оставить в одной комнате с микрофонами. Да. И вот я это осознала, когда вот, пока тебя слушала и попыталась понять, почему в одном месте хорошо, в другом плохо, как будто бы разные периоды жизни, разные состояния, разные ресурсы, кстати, да, потому что, наверное, в квартире там, как бы не заботился обо мне дед, и каким бы странным при этом он не был человеком, все равно о многом приходилось заботиться самой и быть типа вот этой, скажем так, той ипостаси моей личности, которая вот типа одинокая, самостоятельная, независимая и какая-то вот такая чуть-чуть талантливая, но грустненькая. А вот дома у папы как будто бы это, да, под крылышком, вот бабушка всегда готовила, всегда вкусно, всегда вот пахло, какие-то котики, собачки, какие-то цветочки, абрикосики там, малинка в огороде, все вот это. И папа, конечно, все детство обещал мне бассейн, и вот так не появилось, но все равно чердак там остался в доме, такой же, какой был, я туда лазила, обдирала себе лопатки. Вот это все как будто бы способствовало, наоборот, той части меня, которая вот, ну, любимый ребенок, которого вот там, да, на ручках качают, которому приносят вот так в ладошках, папа малинку приносил и так далее. А вот у бабушки дома, там вот перемешку, там были и счастливые моменты, и грустные моменты, и бесиловая сестрой, которую мы устраивали с ней там в огородах, за домами и так далее. Но и какие-то грустные ощущения от того, что, ну, я вот вынуждена здесь жить, а мне хочется жить в другом месте, как бы там бабушка, и с ней ссоры, и все такое. Вот, поэтому хватит ли одного камина, чтобы заикорить воспоминания? Мне просто еще кажется, что, во-первых, то, что ты рассказала, это прекрасно. И мне еще кажется, что нам с тобой как будто бы очень повезло, что нам есть что вспомнить, и у нас есть какое-то место, которое, да, оно выглядит по-другому, да, оно изменилось, да, мы там были другими, да, мы сейчас изменились, но есть что-то очень теплое, что является каким-то якорем, и неважно, какой версии себя, неважно, какому интерьеру, но важно, что это якорь в какое-то теплое и безопасное пространство, которое было наполнено разными эмоциями, но это те эмоции, по которым хочется скучать, и по которым можно скучать. И это как будто бы очень важная штука. Пока ты говорила, я все-таки, наверное, определилась, с чем же у меня это все связано, ну, какая версия дома у меня, наверное, это все-таки версия дома бабушки и дедушки, потому что, ну, все самое теплое и замечательное, наверное, происходило там. По крайней мере, знаешь, взрослела я в доме, в котором вот сейчас родители живут, и там были разные эмоции, я себя чувствовала по-разному. Где-то это был период моего какого-то бунтарства, где-то я пробовала разные вещи, разную себя, я пыталась понять, какая я, где-то мы ссорились, мирились и прочее, ну, как у всех в целом-то, но вот дом бабушки и дедушки, это дом, в котором никогда ничего плохого не случалось. То есть это какое-то место, в котором даже если было что-то нехорошее, ты не ощущала это, потому что ты был ребенком, и ты не вовлечен был в решение каких-то проблем. То есть это какая-то безопасная зона, в которой ты как будто бы чувствовал себя, ну, по крайней мере, у меня так было, я чувствовала себя невидимой. Не в смысле, что меня не существует, а в смысле, что вот никто не знает, где я, потому что я настолько в каком-то безопасном месте, в котором вот ничто плохое меня явно не затронет. И такие воспоминания в целом не только у меня. У меня есть родной брат, есть двоюродный брат и сестра, и там мама, тетя, и всем в этом доме было всегда хорошо. То есть это всегда какие-то воспоминания, там тоже есть камин, видимо, это в моей семье большой какой-то центр притяжения чего-то. Это всегда какие-то ламповые моменты, несмотря на то, что с сестрой у нас большая разница в возрасте, то есть когда она была, там, ей было условно пять лет, все выглядело вообще еще иначе. Вот. Но это тоже какие-то моменты, где ты видишь первый снег, или ты нашел и увидел свой любимый мультик, и ты его пересматриваешь постоянно на кассете, кто олды вспомнит, о моей фиксации на Короле Льве, это вот было «Дома бабушки и дедушки», потому что именно там был видик, именно там была эта кассета, вообще не знаю, откуда она появилась. А все шалаши, все было там, разбитые коленки от первого велосипеда тоже было там, малинки и колючие огурчики тоже было там. Я помню, что, вообще, это первое, как будто бы, что пришло мне в голову, я просыпалась, наверное, часов в девять, и дедушка всегда просыпался раньше, и мы никогда не сидели завтракать, пока мы не покормим птиц. Короче, бабушки с дедушкой на территории дома есть гараж, а над гаражом, то есть гараж особняком стоит, а над гаражом, ну, виноградник, наверное, то есть там такие балки, это крытая штука, как бы как надстройка, только просто на железных балках, и там был виноград, дедушка выращивал разные сорта винограда, делал из них вино, вот, и на вот эти вот балки, прямо на виноградник, всегда приземлялись два голубя, два белых голубя, и вот они парой жили достаточно долго, то есть несколько, ну, как будто бы, я не знаю, сколько живут голуби, может быть, они были разными, но почему-то так было всегда, это помню не только я, ну, несколько прям лет. Ну, чтобы их подкармливали. Вот, ну, в смысле, именно эта пара, и это очень забавно, потому что, ну, вот, мы сейчас их не видим там, ну, то есть бабушки и дедушки там нет, и вот их там тоже нет, и я помню, что каждое утро начиналось с того, что мне дают крошки, или там, условно, какой-то кусочек батона, и мы кормим птиц, и всегда было такое, что никто не садится кушать, пока там не покормят собаку, или кошку, или птичек, или еще кого-то, вот, и это, ну, тоже какие-то ламповые воспоминания, очень теплые, я понимаю, что те, кто нас слушают, они, наверное, не пропитаются всем этим теплом, потому что это них. Ну, возможно, вспомнят свои истории. Да, это, кстати, будет... Все-таки, как мы выяснили, дети примерно одну социализацию проходят. Вот, вот, может быть, у вас будут какие-то свои истории, будет супер, если вы их расскажете. Я вот пока тебя слушаю, все не могу отделаться от мысли, возможно, придется тащить ее в кабинет к психологу, о том, что та девочка, про которую я рассказываю, которую не могу узнать, но которую я прекрасно понимаю, как будто бы она росла без моей сегодняшней устойчивости, без моих мозгов сегодняшних, без моего видения мира. Наверняка. Да, и как будто бы ей не помешала бы моя поддержка вот тогда, чтобы я пришла такая, села к ней на диван и сказала, слушай, ну, вот так не надо, а вот так, в принципе, будет приемлемо. Ну, это же тоже знаменитая практика, как пустой стул, или как это называется, когда ты представляешь бывшего, и такой, типа, так, ну, давай поговорим. То же самое можно делать и с маленьким ребенком. Ну, типа, просто представить себя ребенком и о чем-то поговорить или подумать, что бы ты себе сказал. Я не знаю, что бы я себе сказала. Наверное, я бы себе сказала, что если молиться на велосипед, он не появится. А если посмотреть фильм «Секрет»? Я думаю, тоже вряд ли. Шансы возрастут. Вот. Ну, не знаю, у кого как, может быть, кому-то повезло. Не знаю, что бы я сказала. Я помню, что я была достаточно таким рано повзрослевшим, наверное, в каких-то своих выводах, достаточно грустным и сильно читающим ребенком. Вот. Поэтому и грустная малаша. Вот и выросла такой. Ну, я в целом была такая же. Я даже помню, у нас с тобой был вечер, когда мы читали друг друга свои стихи. Да. Как бы странно это ни звучало. Это просто, знаете, это мем, каждый раз, когда мы с Дашей вдвоем остаемся, это просто дед с батей по пьяни сцепились на кухне, и мы с Дашей схлёстываемся в своем этом декадансе каком-то сумасшедшем. Почему-то он вдруг возникает. Ну, потому что от прошлого не убежать. Вот. Но его можно держать. Хотелось бы. Что я не пытаюсь сделать. Ну, да, в общем-то, на самом-то деле особо ничего говорить не хочется. Просто как будто бы сейчас вдруг резко стало очевидно, что надо быть к себе попроще. А ещё, знаешь, о чем я подумала? Если говорить в контексте дома, то как славно и здорово, что мы его можем сейчас создавать. Ну, типа, что мы можем создать какое-то пространство для своих детей, например, которые будут также это вспоминать. То есть сейчас можно создать свой дом. В котором всем будет хорошо. Да. В котором тебе будет хорошо, в котором будут разные воспоминания, у всех будут разные эмоции, но главное, как будто бы, чтобы хорошего всегда там было больше. Вот. Да, да, потому что дом — это там, где ты можешь расслабиться, там, где ты можешь быть собой. Да. Ну, в общем, делайте с этим, что хотите. Грузонулись и пойдём жить дальше. Да, как хотите, вообще понимаете, как хотите, переваривайте. Всё, что не переварите, можете вывалить в чате, который мы ведём для вас, для любимых подпемщиков. Если вы ещё не наш подпемщик, то в чём ваша проблема? Я не понимаю. Вы всегда можете им встать. Да, это очень несложно, но всего лишь в описании нужно спуститься. Ну, в общем, если нас слушает Илюша хорошего отпуска, а у нас отпуска с Дианой Гиной нет, поэтому мы пойдём домой, чтобы завтра работать. А не, завтра суббота. Да, завтра среда. Да, это у нас среда, но подпемщиков-то завтра суббота. Но мы-то работать будем. Но мы-то живём. А вы отдыхайте. Мы в квантовом мире живём. Да, вы отдыхайте. Вы отдыхайте, да, а мы работать. Всё, любим, целуем. Вы слышали, что хобби-хорсинг собираются признать новым видом спорта? Если вы, как и я, не знаете, что такое хобби-хорсинг, то предлагаю вам послушать об этом выпуск в подкасте «Дикий спорт». Там на все спорные вопросы отвечают мастер по созданию хобби-хорса и мастер спорта по хобби-хорсингу. Вот, например, вы знали, что не можете выйти на соревнования, если у вашей лошадки нет имени? Про это я вам рассказала, а про остальное уже не скажу. Слушайте выпуск. Тем более, что сейчас Фредбарн выходит новый сезон «Дикого спорта», и там будет очень много интересного. Например, в один из выпусков позвали чемпиона по лапте. Это такая русская народная игра с палкой и мечом. Всё, остальных секретов раскрывать не буду. Скажу только, что ссылку на подкаст мы оставили в описании выпуска. Это был подкаст от 12 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И с вами были Даша и Диана. Всем пока. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!